Продолжаем отвечать на вопросы, которые поступают постоянно, и что-то, мне кажется, их становится все больше и больше, но пока я справляюсь с ними, и поэтому отвечаю на поступившие вопросы. Начинаем. Татьяна, Виктор, очень хочу узнать Ваш совет. У меня уже два года не растет морковь. Семена взойдут, я их тщательно прорежу, затем сходы начинают кудрявиться и практически не растут. Пыталась травить отравой, немного помогает, но в итоге морковь все равно не вырастает. Тоненькая, жесткая, волосатая. Кстати, мои соседи, дачники, жалуются на то же самое. Очень люблю морковь, и раньше я выращивала прекрасные урожаи, не понимаю, что сейчас происходит. Буду признательна Вам за совет. Восхищаюсь Вашими урожаями, я тоже люблю дачу, землю, но немного ленюсь и не успеваю. Все делаю так же, как и раньше, но с некоторых пор начали происходить странности. Морковка кудрявится и не растет. Ну, во-первых, спасибо за добрые слова. Попробую ответить. Отвечаю. Очень сложно давать советы заочно. Раз с агротехникой у Вас, как Вы пишите, все в норме, то есть уход нормальный, тем более Вы все делаете так же, как и раньше, значит, дело не в этом. Что бы попробовал сделать я? Первым делом обратил бы внимание на культуру оборот. Что это имеется в виду? То есть выбирал бы место под морковку обязательно, обязательно с учетом хорошего предшественника. Причем с учетом культур, по крайней мере на этом месте, за три прошлых года. То есть что бы там морковки и родственников и чего-то подобного не было хотя бы три года. Вот это делать надо в первую очередь. Второе. Сеял бы наиболее неприхотливый, подходящий для Вашей местности сорт или гибрид морковки. И семена должны быть куплены обязательно у надежного поставщика. Далее. По мере роста морковки, нужно очень внимательно следить за ней и определить по внешним признакам причину ее угнетенного роста. Если это вредитель, если Вы обнаружите, то какой именно, надо определить. Если болезни, то надо определить какие. Так мы сейчас с Вами не сможем ничего сделать. Это надо внимательно-внимательно следить. Ну, повторюсь, может быть, но самое главное, это культура оборот с учетом хорошего предшественника. Практика у меня показывает, как садишь что-нибудь, какую-нибудь культуру на хорошее место, многие болезни отпадают сами собой. Поэтому это было в первую голову. Ну, естественно, следить, как я сказал, за растениями. И вот только когда станет все ясно с этим, то можно будет приступить к различным обработкам. Иначе, не зная причины, толку не добиться. То есть обрабатывать бессмысленно, если не знаете, что происходит с морковкой. Я бы, по крайней мере, делать этого не стал бы. Постарался бы сначала разобраться. Еще очень хорошо бы определить кислотность почвы. Это можно сделать по внешним признакам, не прибегая к услугам лаборатории. Можно пойти дальше, понаблюдать за другими растениями, например, за яблонями, и определить возможный дефицит некоторых полезных микроэлементов в почве. Опять же, по внешним признакам листьев растений. Хотя почти уверен, что до этого дела не дойдет. Попробуйте, в третий раз скажу, сначала строго соблюдать всю агротехнику. От выбора места и посева до сбора урожая. Поливы, подкормки и все прочее должно делаться вовремя и правильно. И я уверен, результат будет. Морковь очень неприхотлива и вынослива, но небрежение к себе тоже может не потерпеть и обидеться. Как, впрочем, и все красавицы. И у вас получится. А морковка это красавица, поэтому, если сделать вот это вот то, что я вам сказал, думаю, с большой степенью вероятности морковка начнет у вас расти. Тем более, раньше она у вас была хорошей. Марина. А что значит, что у вас вся капуста безрассадная? Ну, это речь идет о том, что я упоминал про то, как я выращиваю капусту. Отвечаю. Точнее сказать, рассада капусты выращивается у меня посевом семян в начале мая сразу в грунт, под укрывку. Я размещаю рядок капусты в последнее время вместе с безрассадными помидорками. То есть, грядка безрассадных помидорок, я их тоже семенами сею в начале мая. И вот где-то посередке между рядками помидоров я сею капусту, тоже семенами, и укрываю. И они так там стоят, постепенно всходят, подрастают. А потом капусту уже в июне, в начале, как правило, уже рассаживаю по участку. И она растет хорошо и, как правило, дает неплохие урожаи. Капуста, она неприхотлива. Много мне капусты не надо. И качанчиков, ну, может, 8, редко когда 10 я сажу. Их можно по участку даже разбросать, там где-нибудь между смородиной, между грядками клубники, еще там где-нибудь. Ну, или на грядку выберу, если место, тоже посажу сразу. Вот таким образом я выращиваю капусту. Это и подразумевается такая безрассадная капуста. То есть, она сеется семенами сразу в грунт. То есть, в домашних условиях я рассаду капусты не выращиваю. Марина. Раньше писали, что индетерминатные помидоры надо растить в один стебель. Я поэтому всегда так их выращивала. Теперь попробую в два стебля. Ну, это она, видимо, Марина прочитала мою статью, где я пишу, что в два стебля выращиваю помидоры. Ну, что можно здесь ответить? Отвечаю. Способов формирования кустов помидоров много. Индетерминатные выращивают и в один, и в два, и даже в три стебля. Ну, для нашей местности и моих сортов более подходит способ в два стебля. Но это не значит, что везде так надо выращивать. В зависимости от условий выращивания. Где-то можно выращивать в один стебель, где-то в два, а может где-то и в три. Как здесь решить? Как определиться с таким способом? Ну, просто попробуйте в один стебель, в два и в три. И сравните результаты. Сразу будет вам ясно, как лучше выращивать именно в вашей местности. Именно при ваших условиях выращивания. И все. Все будет очень просто. Вот я, например, когда делал на пробу в один стебель, то кусты вырастали слишком высокими. Это само по себе уже неудобно. Вот именно для моей местности, для моего открытого грунта. Потому что осенью приходится грядки укрывать. То есть уже бывают в августе заморозки. Да и урожая получается поменьше. И даже при посадке два растения в лунку, я тоже так делал, все равно формирование в два стебля для меня предпочтительнее. А чтобы грядка не загущалась, потому что густовато получается, то я применяю обрезку пасынков и лишних листьев. А в конце сезона и верхушки кустов тоже подрезаю. Ну а листья удаляю очень просто. Как только помидорки немножечко наливаются в плоды, ну хотя бы такие вот станут примерно, то все листья, что ниже вот этой кисти с такими плодами, они просто состригаются ножницами. Вот и все. И помидоркам гораздо легче, там и воздух проходит, и меньше вредителей, и даже фитофтора не так. Вот кто так делает, у меня-то ее нету. Ну вот у кого она бывает, наносит много вреда, тебе тоже говорят, что вот когда вот обрезают лишние листья, то есть проветриваются лучше кустики помидоров, фитофтора не так беспокоит, тоже помогает. Хороший способ. Марина, как делается посынкование детерминатных помидоров? Я до конца еще его не освоила. Ну что тут можно сказать? Ну это зависит еще от сортов помидоров детерминатных. Ну, например, вот у меня детерминатный сорт толстый джек. Я формирую кустик в 4-5 стеблей. Как это делается? Ну это делается очень просто. Это не так, как у детерминатных надо искать там цветочную кисть, и там выбирать пасанг, и так далее, и тому подобное. Здесь очень просто. Здесь вот растет этот кустик детерминатных помидоров, растет, 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 растет. Когда он немножечко раскустится, смотрим. И выбираем, ну сколько, 4 примерно, допустим, самых сильных стебля. Вот их выбираем, и остальные срезаем. Получается как бы 4 стебля. Это вот для толстого джека. Ну, для других сортов есть такие сорта, которые лучше вообще не пасанговать. Поэтому с детерминатными помидорами действительно не так просто. Поэтому смотрите по обстановке. Ну, если кусты мощные, вот такие вот, сильно густятся, как толстый джек, оставляйте в 4-5 стеблей. Можно в 3 стебля даже попробовать оставить. Тоже в этом случае получится неплохо. То есть он сильно кустится. И получается, вот когда прореживаешь кустик, довольно хорошо. Ну, опять же, надо смотреть. Ну, как я всегда советую в таких случаях, вот понравился вам сорт, попробуйте сделать в 3 стебля, и попробуйте сделать в 5 стеблей. И сравните, как лучше вырастает, как урожая больше, так и делайте. Вот все, я так и делаю все. Экспериментирую и сравниваю, и все становится ясно. Именно для вашей местности. Потому что в разных условиях сорта могут проявлять себя абсолютно по-разному. Ирина. Спасибо. Вот это-то я и ждала. Будем теперь осваивать внимательно. Еще раз спасибо. Еще Ирина спрашивает. А следующий шаг? Что убрали, что оставили у помидоров? С этого же места. Ну, я уже, в принципе, рассказал, но повторюсь еще. А что тут дальше? После формирования кустика, только удаление листьев и верхушек стеблей. И все, больше делать ничего не надо. То есть, удаляем нижние листья, как я сказал, после того, как ниже кистей, где уже завязались плоды. Ну, а где-то, ну, я не знаю, недели за 3, за месяц, до того, как уже будут явно заморозки в вашей местности. То есть, уже чувствуется, в это время уже будет заканчиваться. Вот сейчас с помидорами ситуация вообще будет закрыта. То есть, где-то за месяц уже верхушки можно подрезать. Потому что толку уже от них не будет. Я вот оставляю завязь, обычно размером, ну, где-то с грецкий орех. Ну, может быть, с фасоль. Но не мельче. А все мелкое уже верхушки, если она на верхушках, я срезаю вместе с цветками. То есть, уже она не успеет уже однозначно уже завязать плоды, поэтому оставлять ее на густу не стоит. Вот удаляю верхушки таким образом, и все. Еще раз повторюсь, недели за 3, за 4, до закрытия сезона помидорного вообще. Вот где-то это делаю. У нас это примерно, ну, где-то начало августа в нашей местности. Вот в начале августа я вот верхушки пройдусь, начекрыжу, и все. И дальше они уже растут, помидоры. Наливают плоды те, которые есть на кустах. Галина Виктор читала, что поливать надо в канавке, а не под корень. Как вы поливаете? Отвечаю, все верно. Так и стараюсь делать по возможности. Основные поливы делаю наполнением грядок, потому что воду у нас дают по часам. У нас такой полив. Тут мне не получается поливать, в общем-то в канавке, мне приходится поливать как получится. Иначе с водой могут быть проблемы. С водой у нас не очень хорошо. Иногда получается и залить и под корень. Но это беда небольшая. Только после этого надо обязательно помидорки порыхлить. Ну и перцы также. То есть желательно, конечно, поливать не под корень. Но если не получается, беды большой нет. Потом просто порыхлить и окучить. Ирина. Вот точно класс. Значит при формировании куста помидоров три ствола по пять кистей. Всего пятнадцать кистей на куст. Правильно поняла? Иначе тяжело им там. Отвечаю. Ну уж так точно я кисти не считаю. Принцип прост. Еще раз повторю. Завязалась и налилась кисть помидоров. То все, что ниже нее, долой. То есть все срезается. Проще простого. За месяц до конца сезона срезаю макушки. Сорт толстый джек мне тоже нравится. Есть еще подобный Татьяна сорт. Но тот чуток покислее. Хотя еще более урожайный, чем толстый джек. Ну толстый джек это вообще мой один из любимых сортов. Марина, доброе утро. Я очень завидую вам. У вас много куриного помета. Наверное птицефабрика рядом с вашей дачей. В прошлом году я посадила чеснок на глубину пять сантиметров. Часть вымерзла. Может это потому, что высокие грядки? Поэтому решила в этом году посадить поглубже. С хвоей сложно. Во-первых, лес сейчас сделали заповедником. Если собирать что-то, надо разрешение. Во-вторых, просто некому этим заняться. Еще я заметила, что иногда в земле остаются невыкопанные чесночинки. Так вот, они осенью не прорастают. А весной всходят дружно. Может надо пораньше сажать? Да, вы затронули очень интересный вопрос. Отвечаю. Да, чеснок лучше посадить пораньше, чем попозже. Он должен успеть хоть немного укорениться. Тогда перезимует гораздо легче. Если сомневаетесь, то отложите посадку чеснока до весны. Так тоже можно делать. И вы правы, у меня неподалеку птицефабрика. Рядом с ней полигон по переработке куриного помета. Там можно раздобыть его в любом виде. И практически в любом количестве. Ну, еще пару слов хочу сказать по поводу глубины посадки чеснока и сроков посадки чеснока. Вот как я делал в самом начале, когда начинал вообще эти огороднические дела. Я тоже не мог определиться. Потому что для каждой местности, для каждого грунта и сроки разные, и глубина разная. Тут надо только экспериментировать. И вот я посадил в разное время чеснок осенью. Вот взял один раз, попробовал. Ну вот, примерно через неделю. Часть посадил пораньше, там, в сентябре. Часть в середине сентября. Часть там в начале октября. И вот посадил в разное время. И причем еще посадил на разную глубину. Тоже. И пометил все эти участки на грядках. И вот на следующий год весной я это все, в общем-то, контролировал и определился. На каких участках у меня лучше рос чеснок и получился лучший урожай. Он везде, конечно, вырос. Просто где-то лучше чеснок, а где-то похуже. И вот где у вас будет лучше именно для вашей местности. Какая глубина и какой срок посадки. Вот эти параметры берите за основу. И в дальнейшем уже ориентируйтесь на это дело. Я вот для себя один раз так сделал, выбрал. И все. Теперь я примерно знаю. Ну, конечно, точность тут большая роли не играет. Но все равно это примерно надо знать, конечно. Или садить, допустим, в конце августа. Или садить в конце сентября чеснок. Или даже в середине октября. Тут надо, конечно, определиться. Определиться можно только опытным путем. Но если у вас есть хорошие, надежные, опытные соседи, огородники. Можете у них спросить. Они уже знают. А если нет, просто попробуйте разное время и разную глубину. И определите лучший вариант. Вот и все. Ничего сложного нет. Я делал именно так. Валентина. Здравствуйте, Виктор. С большим удовольствием погуляла по вашему огороду. Ну, речь идет о моем блоге «Вкусный опирот». Наверное. Я живу в Нижневартовске. Климат, понятно, не ваш. Но растет многое. Вопрос у меня по клубнике. Вот вы мульчируете ее хвойными иголками. Ну, сразу вмешаюсь. Не совсем точно. Я мульчирую сосновыми иголками. Так, продолжаем. Летом даже разравнивайте по всей грядке. Сколько у вас находится клубника под такой мульчой. И как вы потом с ней поступаете. Огород у вас чистый. А хвоя не так быстро перегнивает. И еще все такое жирное, сочное. Ну, речь идет, наверное, об овощах на моем огороде. Наверное, чем-то удобряете. Поделитесь. Отвечаю. Клубника у меня находится на грядке 2-4 года. Это сорт «Юля». Лорд, ну, может быть, немножечко подольше. 3-4 года. После этого клубника, после сбора ягод, удаляется. Грядку перекапываю культиватором вместе с остатками хвои. Засеваю редькой, редиской или дайконом. И в этом году получаю еще один урожай с этой же грядки. Клубника вернется на это место лет через 5. То есть я веду строгий культуру оборот. И помечаю на простенькой схемке, где у меня что растет. И слежу, чтобы клубника на это место вернулась, ну, где-то именно лет через 5. И вот за это время не то, что там эти остатки хвои перепревают. И все, что там в ней есть, все тоже перепревает, разлагается, расходится, вымывается, растениями забирается из почвы. Ну, как бы то ни было, вот при такой агротехнике, при таком культуре обороте, почва не закисляется вовсе. И успевает восстановиться для клубники. То есть вот через 5 лет на это место клубника возвращается. Я уже снова хвою ложу, ну, и ничего не закисляется. Все успевает восстановиться за эти 5 лет, когда хвои там не будет на этом месте. Ну, еще коротко добавлю, что от химикатов я отказался от всяческих давным-давно. То есть я не применяю ни минеральных удобрений, ни каких-то там пестицидов, гербицидов, еще каких-то там средств против вредителей, против болезней. То есть я ничего этого не применяю уже много лет. Ну, не потому, что я против этого. Пожалуйста, если у кого-то никак без этого не обойтись, можно, конечно, применять. Я не против. Но просто для меня этого не требуется. Я как-то обхожусь вполне без этого. То есть простой культурный оборот, он разрывает пищевую цепочку у вредителей, они постепенно отходят на второй план и уходят с моего огорода. Болезни тоже отступают. И вот таким способом вполне можно обойтись. Зачем покупать химикаты и использовать? С ними надо соблюдать очень большую осторожность и не факт, что вы обеспечите себе очень экологически чистый урожай. Я не рискую и я не использую. Без этого все нормально. У меня есть только куриный помет, перегной из компоста, зола из печки, торф из леса и песок с речки. Все, больше этого вполне достаточно, чтобы получать приемлемые урожаи. Так что вполне можно обойтись и без минеральных удобрений и прочих химикатов. Ну, я думаю, на этом можно закончить сегодняшний наш диалог. Пожелать всем хороших урожаев и всего самого доброго.